Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Для будущих поколений московская делегация проверила реставрационные работы. Волна здоровья. Лучшие спортсмены и врачи страны прибыли в Самару. Современная дача. Владельцев садовых участков ждут перемены. Самара преображается. Сразу несколько памятников культурного наследия федерального значения реставрируют в областной столице. Ход работ проверила делегация из Москвы. В нее вошли представитель Министерства культуры Борис Мазо, депутат Госдумы Александр Хинштейн, а также представители областных и городских властей. Подробнее в сюжете. Фарфоровые плитки справа 120 лет. Слева современные копии. Мастера из Эрмитажа создали вручную таких 4000. Ими выложат часть фасада музея Приво, так как он выглядел раньше. Реставрация здания вышла на финишную прямую. Вообще здание шесть раз переходилось врук в руки. И здесь даже находилось военное училище морских летчиков. Потом ГСААФ, потом клуб имени Карла Липнета. Ну вот музей только в последний период. Там внутри живого, кроме лестницы, ничего нет. Благо, что костры не жгли. В здании бывшего коммерческого клуба на Куйбышев 104 костры жгли регулярно. Здание пустовал почти 20 лет. Сейчас его полностью восстанавливают по федеральной программе «Культура России». Работа застопорилась из-за проблем с инженерными коммуникациями. Ситуацию под личный контроль взял глава администрации Самар Олег Фурсов. Сети переложили практически с нуля. Сейчас идут строительные работы. Уже зимой начнется внутренняя отделка. В здании будет размещаться молодежный культурно-театральный центр «Дирижабль». Ход работ проверили представитель Минкульта страны Борис Мазо, министр культуры области Сергей Филиппов, глава администрации Самар Олег Фурсов и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Здесь сам все концепции, она интересна. Мы сразу решаем три задачи. Помимо того, что мы восстанавливаем объект в концентре города, федеральный памятник, мы обеспечиваем, соответственно, наш институт теми площадями, которых у них нет, потому что им негде сегодня, допустим, заниматься там сценическому факультету и так дальше. И самая главная фишка – это привлекаем молодежь. Днем занимаются студенты, а вечером сцена в вашем распоряжении. Сами определяете, кто у вас здесь будет выступать. А уже через месяц подопечные ректоры Института культуры Илеонора Куруленко, студенты смогут заниматься в обновленном здании вуза. Сейчас строители завершают реставрацию фасада с полной заменной окон. Начались работы в костеле. Восстановление памятников истории и культуры участвуют все уровни власти. Из федерального центра в этом году в Самарскую область направят около 900 миллионов рублей. Процесс идет достаточно эффективно. Думаю, что в сроке все будет завершено. Контроль, конечно, с нашей стороны будет продолжаться. В следующем году по федеральной программе культуры России в Самаре будут реставрировать 15 памятников культурного наследия. Среди них до Кадзержинского на Степана Разина, особняк Сурошникова, церковь Михаила Архангела в поселке Шмидта. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков. События. Уже в следующем году в Самаре появится кукольный театр, аналогов которому нет в России. Его откроют на месте бывшего ресторана «Аквариум» на улице Самарской. Рядом возведут пристрой. Реализация проекта обойдется в 500 миллионов рублей. Деньги выделены из областного бюджета. Привлечены и средства частных инвесторов. В 2016-м откроется и обновленный Самарт. Последние три года объектам культуры в регионе уделяют особое внимание. Капитально отремонтировали 112 домов культуры. После реконструкции открыт дом культуры «Заря». Планируют увеличить площадь здания драмтеатра. Сейчас определяем, что будем делать там. Сейчас там крыша ремонтируется. Мы выделили деньги и делать копию другого торца. Копию того, что сегодня на главном фасаде. Но эти помещения дадут возможность театру дополнительные возможности для того, чтобы более творчески реализовывать свои творческие замыслы. Самару накрыла волна здоровья. В ходе всероссийской акции самарских детей проконсультируют ведущие врачи федеральных учреждений Москвы. А в благотворительном марафоне примут участие выдающиеся спортсмены, известные политики, общественные деятельности и артисты эстрады. Репортаж Марины Матвейшиной. Четырехмесячный Донис сразу после рождения перенес серьезную операцию на сердце. Самарские врачи провели ювелирную работу. Теперь родители решили пройти медкомиссию у лучших кардиологов страны. Подправить нам все, исправить. Саур, чтобы у нас не было проблем. А сейчас как? Вот видите, хорошо. Консультации от лучших детских врачей страны получили две сотни самарских детей. Прием шел прямо на борту теплохода Александр Бенуа. На нем в Самару прибыли ведущие специалисты федеральных клиник Москвы. Кардиологи, аллергологи, логопеды, иммунологи. Акции «Волна здоровья» проходят в столице региона в десятый раз. Самара – это город с огромными медицинскими традициями. Самара – это город, где делаются практически все операции очень высокого уровня. Но при этом, конечно, в медицине всегда имеет значение второе мнение. Залог здоровья, профилактика и благоприятные условия жизни. Как отметил вице-губернатор Самарской области, качество жизни самарцев улучшается, и об этом говорят цифры. У нас очень хорошие демографические показатели. По итогам 2014 года мы впервые за 20 лет. Рождаемость у нас превысила естественный убыль населения. «Волна здоровья» захлестнет и молодежь. Им расскажут, покажут, как правильно жить, чтобы оставаться активным и бодрым. Пример для подражания – знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая. Для меня, вы знаете, здоровый образ жизни очень важен, потому что всю жизнь я провела в спорте, и я понимаю, что добиться можно всего, только если у тебя есть здоровье. И основной частью является профилактика всех заболеваний. А что мы можем делать? Только заниматься спортом. Возможностей для занятий спортом в Самаре все больше. В области постоянно открываются и расширяются новые спортивные комплексы и спортплощадки. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков. События. На открытие одной из спортивных площадок прямо с корабля отправилась двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая. Вместо пустыря возле 96-й школы теперь комплекс с турниками, поле для стритбола и тренажеры под открытым небом. На спортивном празднике для школьников провели открытый урок здоровья, выступили мастера брейк-данса. Со спортплощадки Ирина Слуцкая отправилась на благотворительный марафон «Вставай и беги», который стал кульминацией спортивного дня. Благотворительный марафон «Вставай и беги» вывел на старт в Самаре порядка тысячи участников. Любители легкой атлетики бежали две дистанции – 5 и 10 километров по набережной Волги и по центральным улицам города. В забеге принимали участие все – от школьников до профессоров. Свои километры преодолевали рабочие предприятия, спортсмены и представители власти. Специальным гостем марафона стала известная российская фигуристка Ирина Слуцкая. Собранные деньги, а это полторы тысячи рублей за стартовый взнос каждого марафонца, пойдут на ремонт и строительство спортплощадок в Самарских дворах. Сегодня действительно большой спортивный праздник у нас в городе. Я хотел бы сам лично принять в нем участие, потому что популяризация здорового образа жизни, популяризация спорта – это должно быть в каждом и исходить от каждого. Поэтому всегда только лично, в первую очередь, можно показать и доказать, что этим делом надо заниматься, с этим делом надо дружить и с этим делом надо жить. С каждой ночью улица Фрунзе принимает новый облик. Здесь меняют дорожное покрытие и трамвайные рельсы. Совсем скоро улица станет удобной и для водителей, и для пассажиров общественного транспорта. Сюжет – Марина Кравцовой. Новые дороги, новые рельсы на улице Фрунзе в Самаре меняют дорожное покрытие. К ремонту подошли комплексно. Здесь обновят и около 300 метров трамвайных путей. Сотрудники трамвайно-троллейбусного управления стараются даже такую тяжелую работу делать с минимальным шумом, чтобы не нарушать ночной сон жителей ближайших домов. Неудобства временные, зато после ремонта дребезжание трамваев под окнами слышно не будет. По новым рельсам транспорт пойдет как по маслу. Понимаете ли, конечно, это транспортная безопасность, в первую очередь, конечно, и создание удобства и комфорта при передвижении на электротранспорте нашим горожанам. Чтобы не было шума, чтобы не было вибрации, чтобы люди, которые будут ездить в трамвае, чувствовали себя комфортно. К тому же новые рельсы будут вровень с дорогой. Препятствия для автомобилей сгладятся. Трудятся ремонтники одновременно на всем протяжении участка. Задача – уложиться в установленные сроки. Пока на одном участке пути меняют рельсы, на другом убирают грунт. Готовят фронт работ на следующую ночь. Такой подход увеличивает скорость замены рельсов. А меняют их исключительно с полуночи до пяти утра, чтобы трамваи вышли в рейс точно по расписанию. Трамвальные рельсы обновляют по всему городу. В этом году в Самаре уже переложили около пяти километров путей. В планах – еще два километра. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Усиленными темпами в Самаре идет подготовка к зиме. Особое внимание теплосетям и их перекладке. Их хорошее состояние – залог бесперебойного отопления в домах. С начала года городская административно-техническая инспекция выдала ресурсоснабжающим предприятиям около трех тысяч разрешений на вскрытие. Почти 90% из них уже заделали. В аутсайдерах – компания ПТС. Сейчас у них в работе полторы сотни вскрытий, хотя заделать их нужно было месяц назад. Подрядчики объясняют задержку в работе несвоевременной поставкой необходимых материалов. Не давать разрешения на вскрытие, пока подрядчик не представит, или там заказчик, да, пока он не представит данные о необходимом количестве материалов для проведения этого ремонта. За срыв сроков пришлось поплатиться рублем. На предприятии тепловых сетей выписали 150 протоколов на общую сумму в 15 миллионов рублей. Три из них они уже выплатили. В связи с многомиллиардными долгами самарцев за услуги ЖКХ, многие ресурсоснабжающие компании переходят на прямые расчеты с населением. Таким образом, деньги, минуя управляющие компании, напрямую будут поступать на счета поставщиков воды, тепла и электроэнергии. На новую форму оплаты перешли компании СКС и Самара Горэнергосбыт. Сегодня это лазейка и для управляющих компаний, для населения, для ресурсников. Всегда есть возможность показать пальцем, кто виноват. Нет тепла – не плачу. Нет горячей воды – не плачу. Чем быстрее мы сделаем прозрачность, чем быстрее мы сделаем открытость во взаимоотношениях, тем будет предельно понятно. Переход на новый уровень работы позволяет контролировать денежную массу. Если раньше управляющая компания могла не заплатить просто ни копейки, а зарплату мне надо платить каждому месяцу сотрудникам, воду поднимать, подавать ее в каждую квартиру, то здесь у меня есть гарантия того, что никто эти платежи не уведет, они идут напрямую на расчетный счет. Самарские садовые товарищества будут получать областные субсидии на подключение света и воды. Региональная программа поддержки дачных объединений, рассчитанная до 2018 года, теперь действует и в городских округах. Это большой шаг к улучшению быта дачников, считают сами садоводы. О том, как дальше будет развиваться город и какие изменения грядут в ближайшем будущем председатели садово-дачных товариществ, говорили на встрече с главой администрации Самары. В сентябре горячий месяц для дачников. Время сбора урожая и подготовки к зиме. Председатели садово-дачных товариществ в Самары с вопросами на перспективах пришли на встречу с главой администрации города Олегом Фурсовым. В центре внимания развитие города и самарских дач в том числе. У нас несколько садоводских товариществ. И в этих садоводских товариществ только у меня есть электричество, хорошая вода. Подключить коммуникации к дачным участкам Самары станет проще и незатратно для самих дачников. Областная программа поддержки садово-дачных объединений региона, которая раньше действовала только для сельских районов, теперь будет работать и в городских округах. Самарские садоводы тоже получат субсидии на подведение воды и электричества. Это положение о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением или реконструкции системы электроснабжения, водоснабжения. Она утверждена. Деньги выделены. Они уже имеются в этом году. Обустройство дорог, в дачные массивы, контейнерных площадок – все эти вопросы гораздо эффективнее и быстрее будут решаться на местном уровне, когда районные власти будут напрямую общаться с горожанами. Хорошо знать все проблемы, волнующие жителей. Прямое взаимодействие горожан и власти – смысл реформы местного самоуправления. Удастся ли воплотить задуманное в жизни, зависит от самих жителей и от того, кто войдет в районы и советы депутатов. Представлять местную власть должны люди, своим трудом доказавшие, что готовы работать на благо района. Это учителя, врачи, общественники, представители трудовых коллективов, заинтересованные не в личном обогащении, а в развитии Самары. Все они будут работать на безвозмездной основе. Они будут трудиться на своих предприятиях. И в период проведения сессии, когда районные советы будут собираться, их предприятие будет опускать для того, чтобы люди могли, проголосовав, выбрать единственное правильное решение в интересах района. Ускорить решение насущных вопросов позволят местные бюджеты, которые будут выполняться за счет налоговых поступлений и средств из вышестоящих бюджетов. Районы будут более самостоятельны и в плане полномочий, и поэтому главным ориентиром в работе райсоветов станут предложения горожан. 13 сентября – день выборов районной советы депутатов в воскресенье. С дачи придется уехать пораньше или проголосовать заранее, говорят садоводы. Ведь если все самарцы проявят активность и сделают действительно свой выбор, районные советы будут работать для людей, для родного города. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. В Самаре продолжается текущий ремонт многоквартирных домов. В этом году к запланированному списку добавились еще две сотни зданий. Управляющие компании вышли с инициативой поощрить тех горожан, которые приняли активное участие в выборах 2014 года. О том, какие плоды приносит активная гражданская позиция, расскажет наш корреспондент. Двухэтажка в переулке роторной промышленного района Самары. Двор украшен клумбами с цветами и зелеными насаждениями. Результат совместной работы местных жителей. Говорят, дружны во всем, в том числе, если речь идет о выборах. В прошлом году на них явились всем домом. Вся семья у меня собирается идти на выбор. И жильцы у меня настроены так, что раз к нам относятся положительно и с откликом на наши проблемы, на наши нужды, то, я думаю, наш дом в этом году тоже проголосует. Благодаря активности жителей в доме теперь ремонтируют подъезды. За счет средств областного бюджета старые деревянные рамы заменили на новые, пластиковые. Отремонтировали освещение, отштукатурили стены. Впереди ремонт лестницы и покраска. Такого ремонта ждут годами, даже десятилетиями. Очень сложно накопить на счетах текущего ремонта порядка 650 тысяч. Сбор за год с этого дома 80 тысяч рублей. Можете сами посчитать, что если ни на что не тратить, на это нужно потратить как минимум лет 8. В будущем жителям также предстоит самим выбрать, какой еще вид работ необходим зданию. С предложением делать ремонт в тех домах, где проживают жители с активной гражданской позицией, выступили управляющие компании. Областные власти инициативу поддержали. Из регионального бюджета направлены средства на ремонт более полутора тысяч многоквартирных домов и благоустройство их дворов. Всего же в Самаре ремонта в этом году ждут 204 дома. На работы дополнительно из бюджетов всех уровней выделено порядка 80 миллионов рублей. Поощрять наиболее активных избирателей будут и впредь. На ремонт могут рассчитывать дома, 80% жителей которых придут на выборы 13 сентября. Павел Бимаков, Дмитрий Мешканцов. События. В первое воскресенье сентября работники нефтяной и газовой промышленности отмечают профессиональный праздник. А сегодня их поздравили первые лица области и города. Добыча нефти на территории региона ведется с 1936 года. Технологии не стоят на месте. Увеличивается количество скважин. Темпы добычи черного золота наращиваются. Как настоящий нефтяник Олег Губанов суров и немногословен. Его стаж в нефтяной промышленности уже больше 20 лет. Понимает каждый из нас, что добыча нефти, что означает для всей России, страны и региона. То есть добыча, все зависит от добычи нефти. Для меня это работа, это есть семья, как вы говорите. Самара нефтегаз – одно из крупнейших предприятий Самарской области. Добывает более 70% всей нефти в регионе. В прошлом году наша область вошла в пятерку регионов-лидеров по добыче нефти. Увеличивается и количество новых скважин. Компания выходит стабильно на где-то 110 скважин в год бурения. Мы падали совсем недавно, 3-4 года назад мы бурили 27 скважин всего. А 110 скважин, они обеспечивают на самом деле такой значительный более динамичный рост. И через 4 года мы будем добывать более 20 миллионов тонн. Вклад ваших коллективов, прежних, нынешнего, очень значительен. Именно благодаря вам наш город стал индустриальным центром нашей страны. Частичка вашего труда есть в тех орденах, которым награждена наша замечательная Самара. Значение нефти сегодня трудно переоценить. Люди этой профессии ценны и востребованы. За многолетний труд и большой вклад в развитие отрасли работники Самара нефтегаза награждены почетными грамотами. Павел Баймаков, Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События. Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу 70. В 1945-м в тяжелейшее военное время была запущена первая установка «Нефть Победы». За 70 лет силами завода было переработано больше 400 миллионов тонн нефти. Сейчас КНПЗ – одно из крупнейших предприятий в России. Для автомобилей выпускается бензин стандарта Евро-5. На предприятии активно проходит модернизация. Также КНПЗ принимает участие в социальных проектах города и области. С праздником нефтяников поздравили первые лица губернии и города. Особо отличившиеся сотрудники завода получили награды и почетные знаки от губернатора и главы администрации Самары. «Надо, чтобы нам эта отрасль была стабильной, надежной, развивалась опережающими темпами. И все у нас будет. Будут и другие направления, и инновационная экономика, и другие открытия в разных отраслях. Нужны базовые вещи. Для России ТЭК был всегда базовым». «Ваш завод является предметом гордости нашего города. Мы, думаю, еще не один год, не одно десятилетие будем гордиться тем решением, которое приняло высшее руководство страны, решив разместить ваше предприятие на территории города. Ваше предприятие всегда было надежной такой опорой власти, реализации политики по развитию города. Новый теннисный центр «Первая ракетка» открылся в Самаре. Финансирование прошло по программе государственно-частного партнерства. Деньги в проект инвестировала автотранспортная компания. Город и областной Минспорт обеспечат объект спортсменами. На открытии теннисного центра побывал Сергей Кизоркин. На открытие центра настольного тенниса в Самаре приехали представители Всероссийской Федерации, городские власти, спортивные чиновники города и области. Такое внимание к спортивному объекту не случайно. Первая ракетка – первый и единственный в Самаре и губернии. Теннисный зал, отвечающий всем мировым стандартам. Начиная от раздевалок, заканчивая освещением, напольным покрытием и, конечно, столами. А их на площадке 15. Центр настольного тенниса готов принимать международные турниры. Новое спортсооружение появилось благодаря государственно-частному партнерству. Сегодня Федерация настольного тенниса Российской России определила Самару как опорный центр подготовки национальной сборной страны. Это очень большое доверие. Это признание авторитета наших тренеров, в первую очередь, которые готовят молодых спортсменов. Главная задача первой ракетки – развитие физкультурного движения в Самаре. Об этом говорили на открытии спортзала инвесторы, чиновники, тренеры и спортсмены. Кто хочет научиться играть в настольный теннис, может записаться в секцию. Здесь созданы действительно соответствующие условия для спортсменов, для их подготовки. И, соответственно, можно требовать от спортсмена соответствующий результат. Тренировки и соревнования с 8 утра до 9 вечера в таком режиме готов работать спортзал в Железнодорожном районе. После торжественного открытия стартовал первый турнир по настольному теннису в первой ракетке. К столам вышли дети, ветераны, любители и профессионалы. Очередные соревнования городского масштаба пройдут уже на следующей неделе. Турнир будет посвящен Дню города. Приглашаются все желающие выиграть золотые медали и стать призерами. В конкурсе нашего телеканала «Самара-429» уже точно есть самый активный участник. Пользователь «Ага Влад» верит, что «Самара» с каждым годом будет лучше и красивее. Мы тоже верим. Впрочем, как и десятки участников нашего конкурса. Напомню, что снимки с хэштегом «Самара-429» можно присылать в Инстаграм до 10 сентября. А призами от нашего партнера, компании «Ситилинк Самара», мы наградим победителя 13 сентября на главной площадке празднования Дня города. Участвуйте в конкурсе телеканала «Самара-ГИС» и выигрывайте! Внимание! Телеканал «Самара-ГИС» теперь доступен жителям третьей просеки, а также микрорайонов «Крутые ключи» и «Шведская слобода». Настройте «Самара-ГИС» в кабельной сети EGS-телеком на частоте 255 и 25 МГц. Или установите автоматическую настройку каналов в базовом и расширенном пакетах. Всего доброго! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok